Прямые вопросы, прямые ответы. Почему нужно вакцинироваться? Кто дает медотвод от прививки? И какую вакцину для себя выбрали сами участники прямой линии? На прямой связи с жителями республики вице-премьер правительства Алла Салаева, министр здравоохранения Владимир Степанов и главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова. Полная версия уже на видеохостинге YouTube. Информация о заболевших, как сводки с фронта. Ежедневно в республике регистрируют порядка 60 инфицированных. Вакцинация не защищает от заражения. Это признанный и многократно озвученный факт. Вакцина поможет избежать осложнений, а они вплоть до летальных. 214 тысяч приняли решение вакцинироваться, а это 36% всех жителей. Это же в первую очередь забота о своем здоровье и самое главное о здоровье близких и людей, которые окружают. Главное это близкие, это родители, это коллектив. Самый популярный вопрос вроде как не такой важный, зато такой жизненный. Можно ли употреблять алкоголь до и после прививки? Ответ медиков однозначен. Нельзя. Вакцина может не сработать в паре со спиртным. Так что выбор очевиден. Перетерпеть на трезвую голову. Вакцина не вызывает заболевания, потому что вакцина не содержит живого вируса. Поэтому те проявления, которые были у пациента, значит, и самостоятельно прошли, как бы, то есть, и были купированы без какого лечебного воздействия. Это в очередной раз докажет и говорит о том, что вызывает ту правильную реакцию иммунной системы нормального организма человека. Спрашивали, переболел, можно не прививаться, ведь антитела защитят. Нет, специалисты категоричны. Прививка в этом случае тоже необходима. Как и при хронических заболеваниях, при усиленном контроле лечащего врача. Единственный объективный повод пропустить прививочную кампанию – беременность и кормление младенца. Есть четкие противопоказания. Их немного. И, в частности, значит, это первое. Ну, понятно, острые состояния, острые состояния, обострение хронических заболеваний, этот период непосредственно. Вот. И доказанная аллергическая реакция на какой-либо из компонентов вакцины. То уже после нормализации температуры даже острого заболевания, как говорится, вакцинация уже возможна. Учеными доказано, что не ожидаются никакие отсроченные эффекты. Мы в практике это видим. Мы уже работаем восьмой месяц этими вакцинами. Никаких тяжелых, серьезных, отсроченных, побочных явлений не наблюдаются после вакцинации. Значит, то, что касается репродуктивной системы, тоже учеными уже доказано. Провели исследования на спутнике. Никаких, значит, побочных действий на репродуктивную систему не должно быть. Через полтора месяца прогнозируют всплеск заболеваемости. Простая логика. Школы и вузы начнут свою работу. Число контактов в геометрической прогрессии. По школе, почему говорят многие люди, что если детей не будут прививать, то школу пускать не будут. Зарегистрированы вакцины, показания к вакцинации в которых это от 18 лет. Соответственно, мы все прекрасно понимаем, что дети прививаться пока не будут. Каких-либо других изменений, кроме правил безопасности по отношению к инфекциям в виде дезинфекции рук, дезинфекции помещений, максимальная рассадка в классах, как это было в прошлом году, других мер мы пока не планируем. Сейчас на выбор три вакцины. Вся информация о них есть в интернете, на специализированных сайтах, а также у врачей в пунктах вакцинации и районных поликлиниках. В ближайшее время памятка о вакцинах появится в печатных изданиях и на телевидении. Ольга Алексеева, Вадим Муравьев, Андрей Шоклев, Республика.